Я на вас смотрю и думаю, вы вот серьезно думаете, что я, ну, не смогу, так сказать, вот, ну, но вы серьезно, вот, об этом, обо всем думаете, а я вам скажу так, Arizona, Роли Плей Феникс, IP, а также мой никнейм, Данте Коннор, находится в описании данного видеоролика, поэтому заходи, подписывайся и ставь лайки, о, вернее, регистрируйся на Arizona Роли Плей Феникс, чтобы все у тебя было хорошо и отлично, ты сам должен все это понимать. Всем здорово, братва, Сязи, как всегда, я, Малфор. На кто, на ком? Всем здорово, братва, Сязи, как всегда, я, Малфор. А ты на Сязи, точно? Это 23 серия. 23 серия. У меня хороший вопрос. Офигеть. Бизнес наконец-то купили. Блин. Если бы не было посидать, то кафешку взяли за минимальную ставку. Какую? Это 4,4 миллиона. Ё-моё. Если бы там ни было, такие безы нужно брать чисто ради перепродажи. Думаешь? Реально? На аукцион пришли ровно в 18.00. Офигеть. Это значит, что мы отправляемся к прокату авто на ЖД. Давай отправимся туда. Если бы, если вы смотрели мой прошлый видос по Сампу, то вы уже знаете, что... Я не смотрел. Ты же ты тупой долбоёб. Или и даже какая там финка. Какая же там финка? Подсказочки и смотри. Ну а внутри был тот самый владелец, я поздравляю его. Я решил воспользоваться его хорошим настроением и быстренько инвайтнуться в Фому Малфоев. И, друзья, это сработало. Офигеть. Давайте спросим в семейном чатике, какие здесь премии. Одна из причин, почему я решил вступить в Фому, так это наличие Санд Кинга. Офигеть. Не знаю почему, но эта тачка мне пипец как нравится. Серьёзно, расскажи, почему? Собственно, отправляемся в семейный офис. Давай. Раньше на стримах я купил много крутых тачек. До этого можно на стримах? Вот же я умненький. Теперь давайте отправимся к моему бизнесу. Это реально смотрят. 12 тысяч просмотров, 32 дизлайка всего. Ё-моё, блядь. Как всё... Ты посмотри на эти комменты. Блядь, тут есть что-то? Ну тут есть что-то длиннее этого. Ебать. И что это, блядь? Это какие-то пасты, блядь. Пиздец вообще, блядь. Ну разумеется, бывшему. Мне интересно посмотреть, кто там новый владелец. Кто же там новый владелец? Бизнес на аукционе. Офигеть. Ну и также всем членам организации выдали по 10 тысяч вертов. Блин, неплохо. Нормальный такой подгонщик, я вам скажу. Результаты аукциона будут через 3 дня, а минимальная ставка 136 тысяч. Вообще сейчас невыгодно проводить аукционы, так как с 20 по 26 число каждый день будут итоги на прокаты авто. Короче, это дело нового владельца, возможно это такая тактика. Ну и кстати, но врач раздал ещё по 8 тысяч членам организации. Это прикольно. Ехал я к бесплатному бизнесу и решил закупиться. Давай. Когда вы смотрите это видео, цены здесь обычные. К сожалению, в лотерее мне не повезло. Ну как бы я всё равно-то ничего не теряю. В следующий раз в игру я вошёл аж через 3 дня. Единственное, что меня радует в больнице, так это лечение за 1 доллар. И всё. Офигеть. Я хочу наснимать здесь контента, но объективно скучно вбор. Но объективно снимать нечего, да? Я пришёл заехать в риелторку и посмотреть, что там с бизнесами. Перебирал я очень долго, там и был мой прошлый бис и всякие прокаты авто. Серьёзно? Тема с бизнесами для меня больше не актуальна. Блин. Не хочу тратить своё время и силы на это всё. Лучше заниматься перепродажами автомобилей, скинов и аксессуаров. Побегал я по авторынку и, к сожалению, нормальных вариантов не нашёл. Ну хотя как сказать, потенциально я мог бы заработать, ну, тысяч пятьдесят сто. Но это, блядя, маловато. Дальше я отправился на обычный рынок. С первой палатки меня заинтересовала очень дешёвая маска марсианина. Нужно подумать. Дальше смотрю, есть два мажорских скина. Это вузи за один и один миллиона. Ну и белая рубашка за четыреста сорок четыре тысячи. Неплохо. Ребятки, мне кто-то объяснит, в чём дело. Раньше вузи стоил тысяч семьсот и что, он подорожал? Да. Ну и белая рубашка, как мне кажется, почти даром. Короче, покупаем маску за сорок тысяч и следом бежим за скином. Белая рубашка за четыреста сорок четыре тысячи отлетает к нам. Теперь давайте попробуем это всё продать. Выставляем маску марсианина за сто сорок одну тысячу сто одиннадцать вертов. Офигеть. Визуально будет казаться, что цена маленькая. Ну и максимальная цена белой рубашки пятьсот сорок тысяч. Что-то я, походу, лоханулся. Ну ладно, друзья, выставляем за пятьсот тридцать одну тысячу. Надеюсь, фартанёт. Становимся в АФК и через два часика проверим, что у нас есть. Давай проверим. Очнулся Малфой уже в темноте. Как вижу, у меня всё скупили. Да ладно. Мне вообще не верится в это. Продавать арендуксоры и скины так просто. А этот человек до сих пор продаёт скин вузиму. Давайте отправимся в магазин одежды и посмотрим, что там цена. Вы, конечно, меня извините, но скин мажора за один миллион четыреста тысяч. Вы серьёзно? Это мой скин был там. Сделал обнову. Теперь владельцы магазов одежды могут ставить свои цены. Ну а белая рубашка стоит пятьсот двадцать тысяч. Я продал её дороже, чем в магазине. Та ну нафиг. Не знаю, стоит ли рассматривать вариант, что этот скин купил мой подписчик. Свой никнейм я регулярно меняю. Ну и узнать меня очень сложно. Ну и смотрим, что там на авторынке. Как всегда, здесь нет нормальных машин для перепродажи. Следующий раз на сервер я зашёл аж двадцать девятого сентября. Я тупо пропал на неделю. Всё, ребятки, нужно исполнять ситуацию. Дальше так продолжаться не может. Так всё и будет. Ребятки, кто хочет поехать на вызов? Малфой всегда готов. Ну и, к сожалению, меня игнорили. Отправился я... Неудивительно ты. Ну нахуй никому не нужен даже в сэмпе. ...чтобы глянуть аксессуары. Ничего годного не нашёл. Но зато скин бомжа за пять тысяч, вот это нормальный вариант. Зачем? Не знаю, зачем он мне нужен, но пускай будет. Сколько я не входил в рацию, никто не хотел со мной ехать на вызов. Поэтому я психанул и прокачал выносливость за пятьдесят тысяч. Зачем? Нахуя? Таким образом, мне стала доступна команда SlashLeave и я с лёгкостью уволился. Прикольно. Видос отличный. Лайк. Резонер или PlayFenix. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok